всем привет и мы начинаем нашу научно-познавательную передачу с названием аукцион артсел инфо номер 200 номер 200 кстати не посмотрела надо бы что у нас нумерология обозначает двойка и два нуля но для многих это было бы повод сейчас сильно остановиться на юбилейном на там супер-пупер мощном и т.д. и т.п. мы этого дела к этого относимся не то что не любим нейтрально но 200 до так сказать хорошо работаем работа подобрались безусловно очень хорошие есть о чем поговорить это мы сейчас с вами сделаем прямо после вступительного слова еще раз итак у нас аукцион артсел инфо номер 200 пройдет с 20 по 26 декабря какой завершающий мощный акцент до в конце года ну все совпало один к одному и вступительное слово ура ура как раз будет о культурке да вот такой вот я слову подобрал ну хорошо вы будем о культуре потому что здесь звучат такие звучит такое имя как брюлов карт брюл известная картина сейчас будет впервые экспонироваться в русском музее христос в огробе картина карла брюло и я уже давал сейчас комментарий на радиостанции бизнес фм можно там послушать или почитать несколько было вопросов частности а сколько стоит эта картина а размер у нее будет здоров там что-то под два метра то есть прямо совсем все по-настоящему здесь я на это сказал что аналогов просто нет как мы строим с вами цена определяем с вами цену посмотрим какие-то аналогичные продажи там есть сложная история погоду по качеству по размеру но тем не менее аналогичные продажи и дальше эту стоимость экстраполируем на текущий момент а вы если допустим две три четыре недели или год назад к это аналогичная картина продавалась там за 100 тысяч рублей 100 тысяч долларов значит мы примерно понимаем сколько стоит текущие у нас и так далее тогда соответственно такого ряда да по которым мы могли бы определить карла брюлова двухметрового просто не существует в природе музейный уникальный экземпляр слова музейный у меня мелькнуло не просто так я оценил в широком диапазоне от трех до десяти миллионов причем ближе к десяти миллионов но это немножко ну лукаво да потому что смотрите как всегда у цены у картины всегда есть несколько цен цена покупки цена продажи это разные цены друзья мои когда вы приобретаете картины приторить по одной цене продавать вы будете по другой как это происходит и уже из вас то этот путь любит им пользуются в этом колесе крутится прекрасно понимает для тех кто сейчас слушать меня в первый раз но вот друзья мои столкнетесь с этой проблемой поймете о чем я говорю плюс еще есть цена например страховки это отдельная история тоже то же самое и так далее то есть как бы вопрос сколько стоит но он понятен да то есть речь идет о том что если подобная картина попадала попала на свободный рынок неважно галерейные или аукционы вот сколько бы она стоила но вот такой диапазон я дал причем ближе к десяти тут о каких нюансах я говорю вот смотрите картина спорная то есть государство час идет тяжба между ее владельцем тут кстати тоже не совсем понятно кто им кто владеет я сейчас не буду вдаваться в фамилии почитайте в интернете много информации кого это интересует там много чего найдете но тем не менее тот человек который называется ее владельцем на самом деле оформлял бумаги при сдаче и в музей в русский музей не на себя ну вот так да зачем почему это уже опять вопрос к нему уголовное дело естественно о контрабанде что ввезена была картина тоже не совсем так сказать каким-то правильным путем мы сейчас не будем в это вообще вдаваться потому что это серьезные юридические тонкости мы ими не владеем больше мы и фактуры это на самом деле с вами не владеем но мы можем как бы смотреть немножко со стороны вот например такая проблема вы приобрели картину ввозите ее сюда и вам надо удостовериться что это там айвазовский поленов боголюбов кто угодно да в этого еще не знаете поэтому вариант какой у вас вы декларируете что вывозите картину н.х. неизвестного художника чтобы потом например вы приуносите в экспертную организацию тут вам говорят что нет вы купили на каком-то мелком европейском аукционе чеки никакого не айвазовского а что они там бог знает что вы с этой бумагой едете обратно в этот аукцион и там предъявлять чтобы вам вернули деньги это такая простая схема оказывается на поверку совсем не простой потому что посередине нее находится граница а на границе таможня и как эти люди будут относиться к тому что вы туда-сюда перетаскиваете это отдельный вопрос и узнаете вы об этой проблеме ровно там на таможне на границе и нигде еще как-то заранее подготовиться даже если у вас мы знаем сами все эти истории когда люди с документами ехали с такими сякими все равно имели себе будь здоров какие проблемы не будем на этом сейчас останавливаться проблема это проблема друзья но она в общем не только свойственно россии это разные законодательства разных странах вот надо к этому очень внимательно ко всему относиться тем не менее смотрите сколько стоит эта работа одна история когда эта картина вот находится в каком-то постоянном судебном оспаривании да то есть спорная и вкладывать в нее серьезные коллекционеры серьезные деньги вот те самые от 3 до 10 миллионов долларов подчеркнем и а сразу же скажу коллекционер купил ее православном приходе в мюнхене за 100 тысяч евро здесь ему оценили 400 тысяч евро и предлагаю выкупить тут наш старый добрый совет конечно надо было продать когда у тебя стоит выбор у тебя ее отберут или тебя за нее заплатят четыре раза больше чем ты заплатил конечно надо было это сделать так вот если у вас есть выбор между тем чтобы получить от государства в четыре раза больше чем вы заплатили или то что у вас ее отберут конечно надо соглашаться безусловно кстати аналогичной историю я могу привести когда даже где-то вот какие-то 90-е годы выставлялась из коллекции инкомбанка на торги сейчас не вспомню в какой аукцион работа черный квадрат малевича черный квадрат малевича выставлялся на аукцион причем оценка была 10 миллионов долларов директор я разговаривал с этим директором в таком достаточно товарищеском приватном разговоре поэтому там я доверяю тому что он говорит значит ему был звонок из соответствующих силовых структур со словами никаких 10 миллионов у вас купит вот такой-то товарищ нами организованный но один из олигархов и купит он ее у вас за миллион долларов и скажите спасибо и все перекрестились и сказали спасибо и это вот результат да и картина оказалась в музее и мы с вами будем иметь возможности наслаждаться и любоваться и все там заработали каких-то денег и директор аукциона сказал ну безусловно что тут просто не о чем говорить либо иметь все проблемы и матери понимаем какие-то либо каких-то денег всем получить и так далее поэтому здесь наш бы конечно добрый совет конечно другое дело когда у тебя цена вопроса вот эти 400 тысяч евро либо потолок возьмем 10 миллионов уж неважно чего долларов льер но тут хочется по сопротивляться и побороться но вот уже 18 лет это происходит и конца края этого не видно и ну если уж совсем говорить откровенно я думаю в общем без перспективы без перспективы к сожалению значит тем не менее если картина вот находится в таком спорном состоянии то но это небольшие деньги это вот наверное может быть те самые 400 там тысяч евро плюс минус там кто бы рискнул это приобрести чтобы потом что понимаете вот ты владеешь сомнительным или спорным активом а такие работы за такие деньги это уже должно быть совершенно все 100 процентов надежно и продавец должен вменяемый быть который потом там его кинь родственники не оспорят и чистота экспертная и так далее должна быть безупречная все должно быть безупречное чтобы и тогда владелец готов раскошелиться на под на максимум на 10 миллион и и эта цифра была бы возможно если бы сейчас в результате всяких судежных споров вдруг бы картина вернулась к этому незадачному коллекционеру и вот тогда уже имея все экспертные правильные бумаги плюс чистот юридическую частоту спокойно можно продавать и быть уверенным в том что борьба была больше серьезно и вот этот весь скандал который происходил он бы сыграл на пользу потому что известность кроме всего прочего да что это имя что это вот большая работа и так далее еще и вот такая всеобщеизвестность сложные каких-то кризис коллизий тогда ну вот ответ оцена образования какая мораль да никакой мораль просто любопытная ситуация связана с культурой вот на которой мы слава богу как-то отозвались все друзья мои достаточно у нас свои шедевры конечно не карл брилов двухметровый но тем не менее к нему переходим первый шедевр нашим с вами обзоры вот без шуток вот и слова просто вот абсолютно идеально подходящая к этой работе не только потому что она у нас была картинка на обложке и все такое лучше янкелевский который мы видели ладно в этой жизни хотел добавить но это бы уже точно было преувеличением но по крайней мере на наших аукционах уж точно а мы с вами повидали друзья мои у нас тут есть чем похвастать и было чем похвастать и кроме от работы но вот пожалуйста итог такой года мощный такой анкелевский и тут кстати владимир богданов писал замечательный текст ему большой привет как всегда передаем и завершается вот такими правильными словами это участка прыгать и уж вы не обижайтесь на меня смотрите она работа произвела сильное впечатление даже на тех коллекционеров которые до сих пор не могут принять радикальную образность одного из главных новаторов послевоенного неофициального искусства понимаете в чем дело янкелевский непростой художник а мне сразу скажут а кто простой но в этом и есть суть нашего с вами коллекционирования каждый себе находит там свое направление своего художника свою тему который ему нравится в которой он изучает вот вот мы сейчас эту работу с вами проделаем на глазах изумленной публики один из таких людей признаюсь я вот этих коллекционеров на которых эта работа просто вот прям открыла глаза понятно что мы знали такой анкелевский мы все это видели понимали тогда тем не менее вот вот как ты видишь на реальный шедевр ты понимаешь что все вот эти правильные слова которые произносятся опубликованы и так далее они абсолютно не зря но давайте теперь все такие дифирамбы я пропел правильный досмотрите экспертиза обязательно конечно что у нас в экспертизе конечно имеет музейное значение но здесь друзья здесь мы совпадаем стопроцентной полностью я прочитаю название художник и модель композиция из чего владимир мне подсказывает чего я знаю я за это вот он мне сейчас видите мы уже начинаем тут такую дискуссию на эту тему и так в экспертизе название художника модель композиции из одноименной серии ну и так далее значит в каталоге где она опубликована она опубликована то здесь вот с точки зрения инвестора до любого инвестора коллекционера инвестора или просто там какого-то человек который ищет куда сейчас ложить деньги идеальная история идеально есть экспертиза есть публикация в каталоге есть подтверждение вдовы риммы двойная фамилия солод солод генкелевская значит с которой владимир богданов как раз очень хорошо дружит и мы контачем регулярно и так далее здесь вот все красота и смотрите почему я так остановился на название к нему сейчас подойдем а ну давайте ладно не будем значит на самом деле она называется не просто женщина у моря по имени известного цикла инкелевского а женщина у моря посвящение интеракату я рисую а интераку таю интераку таю и сую японский известный художник стал 19 18 19 веков как раз цикл гейш у него был который и явился в том числе творческой такой одной из составляющих для всей работы но теперь поехали по этапам посвящение интераку таю откуда мы это знаем подсказку оставил сам автор на подрамнике есть его надпись на французском а финальные уточнения внесла его жена музы составитель каталога резонета что еще сказал рима солод инкелевская у которой мы консульте консультировались по этой работе источником вдохновения то что я сказал послужила гравюры японского художника который работал на рубеже 18 19 веков интеракутей эй суй вошел в историю искусства с романтическими атмосферами под атмосферными портретами гейш сегодня его гравюры есть ведущих музеях мира в женщине у моря владимир инкелевский использовал фрагменты стампа кортизанка цуки ока из заведения хегоя 1797 года понимаете о чем я и к чему мы это все все вот эти вот казалось бы это все не просто так как и все у инкелевского мужское начало женское начало там движущая так сказать энергия всего этого который меняет не меняет мир вот все здесь заложено то есть еще раз идеальная со всех сторон работа просто вот классический правильный да еще и шикарной эффектной перед нами с вами инкелевский все просто прибыль так мне сразу скажет а какая цена да есть друзья мои я конечно не скажу что тут прямо даром дадут ли купить наши известные все эти слова не даром это стоит денег но это стоит денег друзья мои это точно стоит денег что такая работа в коллекции но появится не скоро так что окончание года но у нас сейчас с вами еще будет так что пока не все силы расходуем на первом описании первого лота тем не менее побороться приобрести получить удовольствие а мы поехали дальше потрясающе красиво да что вы хотите шумякин шумякин михаил шумякин игуана из серии карнавалы давайте опять начну знать из конца потому что перед нами работа музейного значения предельно характерная и ошеломительная своей декоративности вот не убавить не прибавить все правильные слова точно характеризующие что мы сейчас видим просто ошеломительно декоративно это потрясающее свойство шумякин с одной стороны ярко кричащие цвета до который кажется ну у серьезных художников такие почти не встречаются чем я кин не менее серьезный художник а вот у него встречается и в этом он есть вот это и есть шумякин и не зря его называли сейчас этот интересный про эстетическим развратителем да это вот ровно она удар по нашим эстетическим понятам каким-то понятием до канонам там и всем остальному вот шумякин вот то о чем я говорил в вступительном слове в первой к нашей работе кинкелевскому вот такой аукцион вот такой аукцион потрясающе хороший вот опять купить давно в этой фразы не говорить давно сейчас скажу купить надо все и будет высочайшего уровня коллекции которую поди к еще собери а здесь вот с контент в таком сконцентрированном виде точно характерно да вот такой срез шестидесятников то что вы с вами как раз и любим и тем не менее холст музейного формата одноватора метафизического синтетизма если сюжет вам кажется знакомым игуана до много скажут мы такое видели что такое это правда потому что именно мотив игуана был напечатан в известный цикл сериографии то есть мы понимаем что за основу тиражного тут если на какой-то сюжет как эта работа принимается за основу для серии до какой-то тиражной графики это значит что сама работа выдающиеся безусловно на которую надо безусловно обратить внимание но сейчас чем говорю вы и так обратили внимание все что причем и те кто знает шемякина и любят и те кто не знает по любому настолько она до цепляет что просто все итак сегодня шемякин гордость национального искусства и звезда международного уровня в 50 лет уехал власть ссср считали его пачкуном а 50 лет назад 50 лет назад это какой год на самом 70 1970 такой социализм социализм то есть советский союз на века просто вот вечность так оказалось не совсем и тем не менее вот тогда его считали пачкуном эстетическим разворотителем которому плачетесь не тюрьма то психушка уж точно его выставки закрывали выгоняли с работы художник был вынужден зарабатывать на жизнь грузчиком в 1971 году шемякин эмигрировал из ссера был лишён советского гражданства тема карнавала в творчестве шемякина не фигуративная реконструкция это синтетическая концепция конструкция скорее сказка вдохновим вдохновленная тремя видами на направлениями первое африканская маска костюмы русских скоморохов итальянская комиссия дель арта вот это вот все вместе взятых и есть цикл карнавалов и шумякин так что нельзя пройти мимо цена хорошая а вот здесь я скажу что да если по этой цене все будет благополучно складываться стоит безусловно покупателя повезет безусловно а там уж как пойдет давайте друзья мои мы движемся дальше еще одна ударная работа куда же дальше то да да уж казалось бы ну все хватит шикарных топ-лотов пора переходить так крепким немухиным и всем прочим нет друзья мои рано расслабляться и еще будет итак перед нами владимир немухин пасьянс 1900 подчеркиваю 1987 год и валерий силая смело дает этой работе музейное значение а мы поддерживаем то есть еще раз обращаем на это внимание мы смотрим на работу всегда с двух сторон одна сторона музейная оценка там свои критерии иногда мы с ними соглашаемся иногда нет но не так мы всегда с ними соглашаемся но некоторые считаем с точки зрения коммерции не совсем ударными мягко так вот пройдемся и наоборот с нашей стороны коммерческой мы смотрим то что музейщики могут говорить но это таких было там одна вторая третья вот мы там и так далее тем не менее бывают относительно редкие истории случае когда мы совпадают и понятие музейное здесь становится как высшее качество безусловно здесь мы тоже соглашаемся есть о чем поговорить итак перед нами владимир немухин пасьянс 1987 год холст масло коллаж порезы порезы которые на самом деле не порезы и так одна из самых любимых коллекционерами тем белый немухин минимализм палитры художник мастерски компенсирует текстурой скульптурной рельефностью вот четкие точные определения здесь понятно сразу как только мы видим порезы на холсте мы тут же вспоминаю фамилию луча фонтана да или фонтан не знаю вы же друзья вы какую-то правильно ударили стать не цепляйтесь к словам этом наверное так но порезов здесь нет владимир немухин это творчески переосмысливает переигрывает поэтому здесь работа с одной стороны чисто белая и как будто ничего нет а с другой стороны есть шикарный как этот белый им телевский про которого мы только что с вами говорили да классные работы вот еще будет вот здесь просто вот мы не зря вам сказали в начале передачи купить надо все и будет высочайшего качества коллекции безусловно так по сути его цветом в этой работе становятся тени отбрасываемые выступающими гипсовыми формами на поверхность холста эффектные немухинские разрезы это отсыл но то что им сказал к в творчеству луч фонтаны наверное а может быть и нет немухин виртуозно использует этот инструмент и создает полу скульптурную живопись невероятной глубины вот такая история на казалось бы пустом холсте создается живопись невероятной глубины очень эффектная вещь очень эффектно и безусловно обратить внимание и уж конечно побороться и конечно приобрести в своей коллекции что дел раз такой аукцион выдался давать друзья мои воспользуемся этой удачей едем дальше и еще одна белая на белом и не менее эффектно потрясающе да просто потрясающе перед нами игорь буллах работа называется угадайте как и что это вообще работа называется зима как неожиданно как неожиданно датировка 1972 1993 ну здесь опять все хорошо холст темпер акрил размер 80 на 70 и самое главное эта работа только что была участвовала выставки поля двойники приурочены к 85-летию художника великолепным образом оформлена выставка была просто на загляденье кто был молодец кто не был пропустили друзья мои пропустили большое сильное серьезное творчество большого художника но тем не менее восполним этот пробел появлением наш с вами работы на нашем аукционе так что побороться побороться первый раз это по моему 3 работа давала 3 вот такая вот объемная до который мы видим по моему 3 первый раз когда увидели ахнули это неожиданно совершенно здесь во первых нет белого сразу предупредим то есть белая картина на которой нет белого небо не белая а такое дымчато ну по разберетесь сами разберется не буду час и плюс не совсем белые наверное снег да с какими то вот здесь были снежинками то ли комочками то ли бог его знает чем но тем не менее зима зима мы такую видели пляж и такую видели еще сейчас не припомню и это всегда был фурор просто сумасшедшая история классная работа вот если опять же стоит задача а перед вами еще раз подчеркну пейзаж когда ты вначале смотришь ну какая-то абстрактная работа белая на белом подумаешь как только я начинаю вот немножко конкретизировать сразу ясно и пейзаж и снег и зима и мороз все все в этой работе сразу и есть и видится и более того чувствуется цена ну цена цена а когда еще раз такого уровня и качества лулах мелькнет пролетит вот этим снежным вихрем через наш с вами торги я не знаю я уже думал на тех двух все закончилось когда вот этот вот третий появился ну вот еще один шанс а там была борьба будь здоров там была и правильно была борьба безусловно украшение коллекции как и есть аукцион то что я вам сказал вот у кого нет в улых одна работа закроет все у кого нет шемякин одна работа закроет все не мухин то что был сейчас янкелевский все это вот просто вот такого топового вот такое окончание года что тут скажешь конечно побороться конечно приобрести конечно сказать спасибо давайте лучи поддержки тому кто выиграет а мы едем дальше а вот я сейчас будет интересно работа попала на аукцион просто последний момент из семьи здесь опять все хорошо провинанс первоисточник просто все хорошо и мы уже даже как бы перегрузились дату плотами и говорим ну вот может быть на следующие уже новогодние так далее совсем тем более рождественская тема но тем не менее после всяких обсуждений решено было сейчас перед новым годом хорошо хорошо теперь в чем детективность этого сюжета перед нами друзья мои бору или по это его псевдоним борис аркадьевич штейнберг псевдоним состоит из двух слов первое барух благословенные на иврите и плюс от слова боря получилось бориса сделано это было для того в детстве еще чтобы не путать их с другим борис свешниковым который жил в семье штейнбергом представляете какая история как это все взаимосвязано друг другом какие в результате после этого появились художники абсолютно разные и какого уровня ну что делать вот бывают такие времена складывается в одну точку когда вот люди приходят да вот и вот это вот нам с вами выплескивается вся вот эта энергия в виде совершенно не похожих ни на что и друг на друга холстов конечно и так чем детективность сюжета ну глядя на то что мы увидели когда нам принесли мужа здесь читается все легко бифлеемская звезда месяц елка скорее всего так как рождество крест ну и какой-то круг это вот какое-то начало чего-то нового до возникающего так рассудили мы а у бороха был словарь первого символов или как правильного назвать расшифровка короче говоря каждый знак имел свое значение и вот теперь смотрите что имел ввиду сам художник . опа я плохо записал что . обозначает посмотри квинтэнс к точке сейчас вернемся не будем терять время треугольник вот это вот треугольник который мы с вами определили как елка это треугольник это тройственность троичность бога бог отец бог сын бог святой дух круг это сущая без начала и конца символ бесконечности он же символ всего полукруг это вон тот месяц который мы с вами определили знак человека друзья мои полу бог по образу и подобию и плюс вся его земная жизнь крест наконец-то да а вот крест как раз земная жизнь креста понимаете так остался у нас . квинтэссенция всех знаков а все вместе рождество борох борис стендер такая красота причем мы уже с удовольствием просто невероятным удовольствием встречаемся семьей здесь ведем какие-то полу исторические полу искусствоведческие про человеческие полу товарищеские разговоры получаем неизгладимое наслаждение удовольствие в частности некоторое понимание как тогда жили художники борох борис штеймер к один из совершенно вот непримиримых не управляемых буйных кстати обуйстве да то есть первоначально его творчество состояло из сложных таких тяжелых железных конструкций внедренного металла очень красивых эффектных чаще всего тоже с религиозной тематикой потом когда в определенном возрасте после определенных там изменений в здоровье так далее устало все это тяжело перешел вот на эту технику от техника называлась в его языке лексиконе проточковывания слова . проточковали кстати очень трудоемкая работа ну тут понятно да занимающая от месяца до двух а может быть и больше человек сидел и абсолютно оторвавшись ото всех земных тягот и уходил вот в это во все и на свет вот видите появлялись такие волшебные произведения искусства проточкование на какая красота поэзия это же поэзия и сейчас вот так вот объективно сказать какие произведения то выше лучше что вот тогда вот это вот железо вот эти ярко эффектные или вот эти тончайшие вот эти вот бисерные да еще и не простые состоящие из таких вот странных первосимволов не знаю это разное это разное но просто красота редкая редкая удача я даже не припомню других аукционах на которых появлялись бы вот этого качества работы так что друзья мои всегда интерес всегда борьба безусловно так что кому-то повезет вернулись художнику художник бескомпромиссный смотрите официально трудоустрою трудоустроен художник не был никогда в издательствах не работал уволить его было нельзя то есть никаких способов да помните как в том фильме методов на кости сопрыкина в данном случае на бороха художника у государства не существовало причем не боялся ничего работал с дипломатами ходил в посольство преодолевая кордоны кгб и этого ничего не боялись очень хорошо зарабатывали и временами я бываю фантастически богат как из другого кинофильма да это все было это странное 60 и 70 годы очень странно сейчас высоты нашего времени смотреть на то как оно было и как люди не боялись в очень жестких условиях при этом находясь но отсюда и вот этот полет вот это полет творчество так что ну что делал даже он сказал что надо приобретать все давайте кто-то этим воспользуется а мы едем дальше наш мы заговорили с вами рождестве новогодних ожиданиях настроениях перед нами анатолий зверев а работа называется перед новым годом перед новым годом и 955 новогодний зверев из коллекции кастаки вот опять и летом пришла к нам от с вами работа не осенью да и не просто зимой а прям под новый год вот таким чудесным образом работ попадают в нужное время в нужное место до для того чтобы мы с вами могли воспользоваться этим случаем приобрести пополнить коллекции так смотрите какой вот мой на даже эта маленькая работа за собой тянет какую-то историю за за ее спиной стоит история собственно который мы и любим с вами слушайте история чудом сохранила отдельные подробности об этом рисунке он не случайно называется перед новым годом дома в свитере а здесь дома в свитере это романтическое знакомое зверю с которым встречал 1956 год сколько время назад даже не боюсь я все время считаю ошибаюсь сами посчитайте сейчас у нас с вами 23 переход на 24 70 лет плюс-минус но вот так 50-е годы рисунок от кастаки попал в коллекцию супруги супруги канадского военного атташе и вот спустя 68 лет под новый тыс 2024 год он чудесным образом вернулся в россию такой отличный подарок на новый год себе ли каким-то знакомым не знаю великолепная история великолепная история а кстати тут я еще хочу посчитать 1956 год в сумме дают 10 15 21 тройку а этот наш с вами год сейчас будет 24 сумме дают восьмерку кстати говоря нумерологи обратите внимание все давайте хорошая цена воспользоваться а мы переходим заключительной работе да еще какой поехали завершаем вот та самая яркая точка а точнее восклицательный знак который мы завершаем наш с вами научно-познавательную передачу наш с вами обзор 200 аукциона владимир яковлев какой классический абсолютно вот эталонный какой нужен опять тот случай когда нужно иметь одну работу яковлево который закроет его творчество вот она называется алый цветок прям как аленький цветочек 1969 год тонкая трепетно исповедальная тема и здесь в общем добавить больше ничего портреты цветов мы сами знаем владимир яковлев сложная история его судьбы не дай бог и тем не менее вот каким-то волшебным образом появляются на свет и появлялись такие красивые сложные слова даже не здесь нету вот этого прямолинейного понятия красивый тем не менее это очень красивые произведения очень красивый некоторые с наверное кто первый раз увидит сейчас скажет до этого там в детском саду наши дети и так далее так далее спокойно спокойно пусть ваши дети постараются и дай бог им дойти до такого уровня всем но это конечно не так владимир яковлев алый цветок шикарно шикарная работа завершает наш с вами обзор напомню 21 лот каждую неделю несмотря ни на что нашему с вами вниманию пополняем коллекции боремся приобретая получаем удовольствие и на высокой ноте завершаем этот год надеюсь следующий будет точно не хуже но мы об этом еще поговорим для нас с вами друзья мы сейчас не будем брать вот ту ситуацию за окном как-то она там живет и бог с ней а вот наши с вами коллекционно творческие удачи коллекционные удачи аукционные удачи все вот это мы с вами возьмем в этом году в этом смысле он был хороший так что до новых встреч поехали